В Царстве Папоротника Предисловие. Разные бывают сказки. Одни из них ставят своей целью лишь развлечь ребенка своим увлекательным, необычайным содержанием. Другие стремятся затронуть и развить в юном читателе добрые чувства. Наконец, третьи, преследуя цели первых двух, присоединяют одновременно цель развить в легкой, доступной форме познание ребенка в той или иной области, познакомить его в живом и образном изложении с жизнью природы. К последней категории и относится предлагаемая сказка в Царстве Папоротника. Она вводит маленького читателя в мир грибов, некоторых ягод и насекомых, знакомит попутно с отличительными признаками тех и других и в то же время дает понятие о сущности и смысле одного из очень распространенных народных поверий. Не отрицая важности и несомненной необходимости сказок первых двух категорий, можно смело утверждать, что для известного возраста сказки этого последнего типа являются наиболее подходящими и полезными. Художественные образы нашей сказки воспроизведены в красочных иллюстрациях, благодаря чему они резче запечатлятся в памяти детей. Той же цели еще больше может послужить приложенная пьеса для детского театра, в которой та же сказка приспособлена для сцены. Разученная и разыгранная пьеса, не говоря о массе удовольствий и впечатлений, будучи довольно редким событием в жизни детей, даст пищу для многих разговоров, обсуждений и так далее, и тем сильнее закрепить данные образы со всеми характерными их чертами. Жила была на свете маленькая девочка, которую звали... А, впрочем, не все ли равно, как ее звали? Это была самая обыкновенная маленькая девочка, которая любила свою маму, любила цветы, любила игрушки и сказки няни. Однажды няня рассказала ей о том, что простой народ верит, будто в глубоком лесу зарыт в земле клад, и чтобы достать его, нужно отправиться в лес в ночь на Ивана Купала и ровно в полночь сорвать цветок папоротника, который там цветет только в это время. И вот один бедный крестьянин отправился однажды искать клад. Он его уже нашел, но не мог взять в руки, так как раньше не сорвал цветка папоротника. Узнав, что таким путем можно достать богатство и счастье, а девочке очень хотелось, чтобы ее мама, няня и все люди, которых она знала, сделались богатыми, она решила сама сорвать чудесный цветок, чтобы с его помощью добыть клад, скрытый в земле. Что такое клад? В этом девочка ясно не отдавала себе отчета. Ей казалось, что это много очень красивых золотых монет, драгоценных камней, переливающихся на солнце самыми разнообразными цветами, как те, собранные на дворе стеклышки, сквозь которые она любила смотреть на солнце. Красивее этих стеклышек девочка ничего не могла себе представить. Но, к сожалению, взрослые люди их не только не ценили, но даже бросали, как ненужный хлам. Те самоцветные камни, о которых говорила няня, очень ценятся людьми, и они горят не только на солнце. Девочка не видела их никогда, но из этого не следует, что она не знала их. В ее душе они горели гораздо ярче, чем на самом деле. И вот, когда ее мама ушла из дому, а няня задремала за бесконечным чулком, это тоже всем известно, что все няни вяжут чулок, который никогда не кончается, и часто дремлют за ним. Девочка тихонько проскользнула через калитку и отправилась в тот волшебный лес, где цветет чудесный цветок. Отправилась в царство папоротника. Волшебный лес крепко хранит свою заповедную тайну. Высокие сосны гордо сомкнулись в тесный ряд и смотрят враждебно на маленькую девочку, которая, осторожно обходя пни и колоды, идет вперед. Ее беленькое платьице мелькает, как цветок в сочной зелени молоденьких елочек. Но где же цветок папоротника? Вот вырезанные листья зеленых папоротников, но ни одного цветка. Быть может, кто-нибудь сорвал волшебный цветок раньше ее? Грустно думает маленькая девочка и идет дальше. Вдруг перед нею открылась зеленая поляна, вся залитая солнечным светом, пестреющая лесными цветами. Этот уютный уголок бора имел веселый и праздничный вид. В душе девочки сделалось тоже радостно, весело, и она невольно улыбнулась. «Как здесь хорошо! Верно много земляники!» вскричала девочка и пытливо стала заглядывать под кустики, из которых нерешительно высовывались маленькие девочки со смеющимися круглыми личиками в красных чепчиках и таких же красных платьицах. Рассмотрев с ног до головы пришедшую девочку и не найдя в ней ничего враждебного, они выпрыгнули из кустов и окружили ее со всех сторон, приветливо здороваясь и засыпая вопросами. «Кто ты, девочка? Куда идешь? Отчего ты одна в лесу?» Удивленная девочка еле успевала отвечать на вопросы и, в свою очередь, захотела узнать, что за удивительные детки перед нею, почти все в одинаковых платьицах. Каково же было ее удивление, когда она узнала, что это землянички, красные ягодки и между ними цветочки. Совсем маленькие детки в беленьких рубашечках и таких же чепчиках. Беленькие цветочки землянички. Как странно. Никогда она не слыхала, чтобы землянички и их цветочки были такими же девочками, как и она. А, впрочем, обращает же волшебница людей в камни. Отчего же не обратить ей земляничек в детей? Землянички очень понравились девочке, особенно их цветочки. Она наклонилась к ним и стала нежно целовать и ласкать их. Потом она с удовольствием воспользовалась любезным предложением земляничек покушать спелых ягодок, которые и без сахара были очень сладки. Для девочки все это было ново, интересно, и она не переставала расспрашивать земляничек об их жизни и занятиях. Она узнала, что ягодки так же живут, как и она, что они питаются соками земли и дышат ароматом леса. Солнышко их ласкает, греет, и под его нежной лаской они растут, цветут и зреют. Ложась спать вместе с закатом солнца, они укрываются на ночь зелеными листочками, подбитыми нежным пушком, а утром, умываясь прозрачной росой, они славят Бога. Целый день у них проходит в играх, песнях и музыке, которая гораздо нежнее шепота деревьев и звона лиловых лесных колокольчиков. От земляничек девочка узнала, что каждый листочек в лесу, каждый цветочек, каждая елочка живут так же, как и она, маленькая девочка. Много интересного узнала девочка от лесных ягодок, но того, зачем она пришла, узнать ей не удалось. Оказалось, что землянички очень хорошо знакомы с семьей папоротников и часто бывают у них в гостях, но они никогда не видели, чтобы папоротники цвели. Правда, они слыхали, что папоротник цветет в полночь на Ивана Купала, но ведь ночью они спят. Единственное, что землянички могли посоветовать девочке, это обратиться к грибам, между которыми были очень старые и мудрые. Когда же девочка попросила проводить ее к грибам, землянички наотрез отказались. Они не любили грибов за то, что те жили в сырых местах, где пахнет плесенью и особенным грибным запахом. И вообще землянички совсем не понимали желания девочки сорвать цветок папоротника. Между ягодками не было ни богатых, ни бедных. Солнце их всех одинаково грело и ласкало, а земля питала. Они долго уговаривали девочку остаться с ними поиграть и с большим огорчением отпустили к грибам. Ласково простившись с ягодками, поблагодарив их за угощение и еще раз поцеловав цветочки, которые тянулись к ней своими маленькими губками, девочка пошла дальше, вглубь бора. Долго еще доносилась до нее веселая аука неземляничек, игравших в прятки с солнцем. Они прятались под листочки и кусты, а солнце искало их. Глава вторая. Как девочка попала к грибам и каких грибов она там встретила. В глубине бора сыро пахнет гниющими листьями и грибами. Солнце заходит и пронизывает лес сбоку, как бы торжествуя, что оно попало в самую глушь, не встречая препятствий в верхних густых ветвях. Далеко в лес прорезался один луч, острый, как меч полосой, отрезав ярким светом нагнувшуюся ветку, зацепив по дороге пень и заиграв огненным пятном на стволе сосны. Несколько мгновений и яркий свет тускнеет и скоро совсем гаснет. Лес сразу стихает и следит своими зелеными глазами и прислушивается, словно в ветвях кто-то притаился. Корни старых деревьев вылезли наружу, как жилы на старческой руке, а седые мхи или шаи, как грозные брови, нависли над веками. Здесь, вдали от жилья, собрались грибы для обсуждения важного вопроса. Дело в том, что люди толпами наполняют лес и не дают грибам возможности свободно жить и воспитывать своих детей, маленьких грибов. Особенно жаловались грибы на мальчишек, которые, рыская по лесу, своими зоркими глазами не только не пропускали грибов, но взрывали землю и уничтожали их маленьких детей, забирая в лукошки. Царь грибов, боровик, завернувшись в свою золотистую мантию и плотно нахлобучив широкую коричневую шляпу, слушал старого груздя, который рассказывал грустную повесть. Это был дряхлый седой старик, одетый во все белое. Он, сгорбившись, опирался на свой посох и говорил, задыхаясь от душивших его слез. Старец говорил о том, как озорник мальчишка совершенно уничтожил его дом, разрыв прошлогодние листья, жирный перегной и добравшись до маленьких внуков, которые в своих беленьких рубашечках спали сладко в мягких постельках. Он грубой рукой схватил их, несмотря на их горький плач, и бросил на дно своей корзины. При этом воспоминания из старческих глаз груздя показались две крупные слезы и покатились по серебристой бороде. Бедный старик, он так любил нянчить своих внуков и рассказывать им сказки. Туда же в лукошко пошли и его сыновья, крепкие и здоровые грузди, краса и гордость всего леса, а его самого злой мальчишка отбросил ногой, как никуда не годного, всего изъеденного червями. Это последнее особенно возмутило грибов. Как мудрый старый груздь, никуда не годный гриб? Этого груздя глубоко чтит весь лес. И вдруг дерзкий мальчишка осмелился так его оскорбить. Так этого нельзя оставить. Нужно наказать людей. Да, наконец, пора оградить свою жизнь от их хищнических наклонностей. Этак ни один гриб не может быть спокоен за свою жизнь. Кругом слышатся оуканья. Грибы тревожно прислушиваются. Вдруг они ясно слышат вблизи шаги человека. Правда, шаги слабые, робкие, но, несомненно, человеческие. «Человек! Люди!» прошептали некоторые и с побледневшими лицами посмотрели в ту сторону, откуда слышались шаги. В это время вошла девочка, которая, ничего не подозревая, очень удивилась, видя перед собою такое большое собрание грибов. Некоторые из них были изящно одеты, как, например, зонтичник. В своем кружевном воротничке и красивой шляпе он казался настоящим щеголем. Не уступал ему высокий тонкий опенок. Рыжик, одетый в рыжий костюм, как и полагается быть рыжику, сверкал своими крепкими зубами. Маслюк, весь облитый маслом, прятал, важно, руки под фартук. Но красивее всех был мухомор. Платье у него нежное, белое, все отделанное внизу бахромой, а шляпка, как бархат, гладкая, самого яркого красного цвета, вся усеянная белыми, выпуклыми жемчужинами. Мухомор сознавал свою красоту и ждал, чтобы все смотрели на него и любовались им. При виде девочки он стал самодовольно охорашиваться, а сморчки в своих пятнистых костюмах и остроконечных шапках начали смущенно сморкаться. Вероятно, они и получили отсюда свое название. Тут был и маховик, старый гриб, весь в заплатах и обросший мхом, и много других грибов, которых девочка сразу не могла осмотреть. Глава третья. Как девочка узнала от грибов дорогу в царство папоротника. Видя, что боровик стоит на возвышении, а все остальные стоят на почтительном расстоянии, девочка сразу поняла, что он царь, и обратилась к нему с просьбой указать дорогу в царство папоротника, чтобы сорвать его цветок. Грибы тревожно переглянулись. Зачем ей цветок папоротника? В первый раз слышу, чтобы маленькая девочка искала цветок папоротника. Подумал грусть. Когда же они узнали, что девочка хочет при помощи цветка папоротника найти клады, скрытые в земле, они искренне возмутились. Как? Людям еще мало того, что они не оставили на месте ни одного прошлогоднего сгнившего листа и унесли в лукошках самых здоровых и сильных грибов, они еще хотят совсем взрыть землю и уничтожить лес. Тогда ведь конец грибному царству, конец их грибной жизни. Люди высушат тогда болото, и ни один грибной дождь не утолит их жажды, не даст ни сил, ни здоровья. Грибы грозно обступили девочку со всех сторон. Как не храбра была девочка, но она испугалась и задрожала от страха. Да и в самом деле, что могла сделать маленькая слабенькая девочка с грибами? Какие грибы злые, гадкие, думала она. Недаром землянички ей не советовали идти к ним. Разве она сделала им что-нибудь дурное? В эту минуту девочка пожалела, что с ней нет мамы, которая сумела бы расправиться с противными грибами, а ей оставалось только одно, что, наверное, сделала бы на ее месте всякая другая девочка заплакать. И она заплакала горько и беспомощно, заплакала, бессильно грозя грибам. — Остановитесь, величественно приказал боровик к грибам. Оставьте эту девочку в покое, пусть идет и рвет свой цветок. Грибы всегда послушно повиновались своему царю-боровику, поэтому не смели ослушаться и в этот раз и молча отступили. — Слушай, девочка, произнес между тем боровик, ты должна знать, что папоротник цветет только один раз в году в полночь на Ивана Купала. — Да, это я знаю. Так вот папоротник и должен свести именно сегодня в полночь, ответила девочка, быстро оправившись от слез. — Но ты не знаешь, что этот цветок охраняют летучие мыши и мертвая голова. Вернись лучше домой к своей маме, посоветовал боровик. Но девочка смело заявила, что она не боится решительно никого и только просит грибов указать ей ближайшую дорогу к папоротнику. — Дорогу я могу тебе указать, ответил боровик и, махнув рукой, боровик указал ей вглубь леса. Девочка смело пошла вперед. Встревоженные грибы молча смотрели ей вслед. — Нужно разбудить мертвую голову и летучих мышей, обратился боровик к грибам. — Они не допустят девочку сорвать заповедный цветок. — Пусть их разбудит муравей. — Где он? Позвать сейчас муравья. Немедленно прибежал муравей. Боровик приказал ему разбудить летучих мышей и мертвую голову и предупредить о дерзком желании девочки. Муравей скрылся. Озабоченные грибы разбрелись по лесу, тревожно прислушиваясь к каждому шороху. Глава четвертая. Как девочка познакомилась с ивановскими червячками и как они провели ее к папоротнику. Холодные голубые сумерки спустились на землю и таинственно окутали пушистые елочки, угрюмые сосны и старые колоды, которые сделали больше и приобрели вид фантастических чудовищ. Девочка одна в темном лесу. Тишина мертвая. Иногда слышится, как царапает когтями белка и падает сухая шишка. Страшно. Вспомнила девочка сказки своей няни Олешем, который своими крючковатыми, как старые сучья, руками вылезает из дупла. Маленькое сердечко сжалось от ужаса. Закрываются глаза и в ушах раздается зловещий хохот, какой-то страшный крик. А вдруг появится страшный волк с горящими глазами и оскаленной пастью, как в сказке о красной шапочке, и съест ее. О, мама, милая мама, где ты? Теперь верно ты ищешь свою маленькую дочку? Слезы неудержимо полились из глаз девочки, но громко плакать она боялась. Вдруг кто-нибудь услышит и схватит ее. В это время в лесу раздались шаги. У девочки сердце замерло от страха. Навстречу ей по лесной тропе шли несколько мальчиков в серых костюмчиках с белыми полосами. Их приветливые лица сразу успокоили девочку. Кто ты? Спросил первый из них. Уж не та ли девочка, которая пришла сорвать цветок папоротника? Спросил другой, рассматривая ее с головы до ног. И хочет добраться до клада, зарытого в земле в нашем лесу, добавил третий. Девочка удивилась. Она никогда не видела этих мальчиков. Почему же они знают о ее намерении и, наконец, кто они и почему бродят вечером в лесу? Не ищут ли они цветка папоротника? О, нет! Добродушно успокоил ее мальчик, который стоял ближе к ней. Мы ночные сторожа леса, ивановские червячки или, как называют нас, светлячки. Мы следим за порядком в лесу, освещаем своими фонариками глухие места, куда не заглядывает ни солнце, ни месяц. Мы все знаем, что происходит в лесу. Вот нам и известно уже, зачем ты сюда пришла. Муравьи разбудили мертвую голову и летучих мышей и передали от грибов твое желание сорвать цветок папоротника. Мертвая голова и летучие мыши это старые колдуньи, которые днем ничего не видят и спят, а просыпаются только ночью. Им лес поручил охранять клады земли, а так как ключом для этих кладов служит заповедный цветок папоротника, который цветет в полночь Ивана Купала, то, конечно, они и сторожат этот цветок. И раз у тебя будет в руках цветок папоротника, ты легко доберешься до этих кладов. Вот и теперь они ищут полис у тебя. Ты не слышишь шороха крыльев? Это она, мертвая голова, сюда приближается. Один из светлячков припал ухом к земле, стал слушать и подтвердил, да, это она. Девочка побледнела от ужаса. Ты, девочка, не бойся, заметил ей червячок, стараясь успокоить ее. Еще не совсем темно, а мертвая голова плохо видит при свете. Она привыкла только к темноте и тебя не заметит. Ты спрячься вот в этот куст орешника. Девочка не заставила себя просить и тотчас же спряталась в кусты. Глава пятая. Как девочка спряталась от мертвой головы и летучих мышей и сорвала цветок папоротника. В это время из-за стволов вышла мертвая голова. Это была старуха с седыми распущенными волосами и закрытыми глазами. По коричневому платью шли оранжевые полосы, точно такие, какие бывают на тельце ночной бабочки. За спиной висели крылья с желтой каймой. Она отыскивала дорогу посохом и тревожно поводила носом. Кто здесь? Я слышу постороннее дыхание. Это мы, светлячки. Мертвая голова сейчас же успокоилась. А я думала, уж не тут ли дерзкая девочка, которая хочет сорвать цветок папоротника. Кстати, вы, ночные сторожа, не видали ли ее где-нибудь поблизости? Первый червячок ответил отрицательно, говоря, что они обошли весь лес и никакой девочки не встречали. А быть может, она осталась позади. Услышав такое предположение, мертвая голова доверчиво пошла в противоположную сторону леса. Как только она ушла, светлячки вытащили дрожащую девочку из кустов и начали ее успокаивать. Мы помогаем смелым. Мы светим в темноте тем, кто не любит тьмы, говорили ивановские червячки. Девочка почувствовала себя в кругу маленьких друзей, повеселела. Теперь она была не одна. Но вот послышалось сухое шуршание крыльев летучих мышей. Прячься, прячься скорее, торопливо говорили светлячки, девочки, которая быстро спряталась на прежнее место. Несколько летучих мышей влетело на поляну. Это были старухи со всклокоченными седыми волосами, с закрытыми глазами, с крыльями летучих мышей. Они вытягивали вперед костлявые руки с длинными крючковатыми когтями. Здесь пахнет человеческим духом. Кто тут? Это мы, светлячки. Светлячки? Но здесь есть посторонние, здесь пахнет человеческим духом. Только что прошли бабы с грибами, заявил один из светлячков. Летучие мыши успокоились. Этот народ не опасный, они ночью к лесу и близко не подойдут, а не только искать клад, говорит, ударяя крыльями летучая мышь. Но где же дерзкая девочка? О, если бы она попалась нам, засадили бы мы ее в наше огромное дупло. Продолжая разговаривать между собою, мыши скрылись, хлопая крыльями, и долго еще из леса слышались их скрипучие голоса и шуршание костлявых крыльев. Испуганная девочка вышла из своей засады. В это время в синим глубоком небе, видневшемся сквозь ветки, загорелась звездочка, за ней другая, третья, и скоро все небо задрожало тысячами горевших точек, и так стало много на небе звездочек, что они посыпались на землю, оставляя по пути светлые полоски. Одну из них подхватил светлячок и бережно зажег мало-помалу огоньки, как звездочки, загорелись в траве, в темных кустах и осветили лес. Как хорошо! Сложив руки, прошептала девочка. Вокруг нее также загорелись фонарики светлячков, и светло и весело стало в душе девочки. Там тоже загорелась маленькая звездочка радости. Звезды на небе, звезды на земле, прошептала она. О, я сорву чудесный цветок и отдам его бедным людям. Пусть они возьмут клад и будут богаты. И мама пусть будет богата, мечтала девочка и не замечала, как летело время. Вдруг в лесу раздался резкий крик филина. Это знак, что час лесного праздника приближается, пояснили ей светлячки. Сегодня праздник в лесу. Лес готовится встретить этот пышный праздник. Смотри, девочка, здесь в царстве папоротника учили ее светлячки. Скоро в соседнем монастыре раздался бой часов, пробило двенадцать. Весь лес ярко вспыхнул, казалось, все звезды с неба упали в лес и покрыли его своими волшебными огнями. Елочки зажгли свои розовые свечки, затеплились лампады лиловых колокольчиков и нежный серебряный звон затрепетал в воздухе. Засветились на стволах деревьев старые грибы, даже гнилушки, старые гнилушки загорелись ярким огнем. Встрепенулись кружевные листья папоротника, засияв голубоватым светом, и распустились вдруг небывалые цветы, горящие то розовым, то голубым светом, и подняли к небу свои ослепительные венчики. Стоит девочка, стоит, смотрит и не насмотрится на дивные цветы. Девочка, торопись, рифи скорее, пропоет петух и будет поздно, наклоняясь к ней, шепчет светлячок. Порывисто подбегает она к цветам и хватает самый большой, самый лучезарный цветок. Раздается дикий хохот, оглушительный свист. Кукарику слышится над головой. Ужас, безумный ужас, жал маленькое сердечко. Мама, мама, раздается в ночном воздухе отчаянный крик, и девочка, бросая цветок и прижимая руки к глазам, бежит обратно, и вдруг, словно после громового удара, наступает тишина. Все погружается в непроглядную тьму, будто черный занавес быстро опустился и потушил сразу огни. Девочка наступает на колоды, падает, поднимается и снова бежит дальше. Кругом темно, ничего не видно. «Девочка, девочка, остановись!» — запыхавшись, бегут за ней светлячки. «Мы тебя проводим к маме». «А где же цветок?» — спрашивает опомнившись девочка. «Бедная девочка, ты уронила цветок на землю, и он потух. Ты должна была его нести, и музыка леса сопровождала бы тебя. А теперь иди к своей маме, она давно ищет тебя по этой дороге», — сказали червячки и вывели девочку на большую тропинку. Глава шестая. Как девочка отправилась из царства папоротника домой и как ее нашла ее мама? «Детка, милая детка, успокойся! Что с тобой?» — успокаивает девочку мама, которая еле разыскала ее в лесу на мху под старой сосной. «Разве можно без мамы уходить в лес?» — нежно лаская рукой шепчет мама, измученная тревогой и поисками. «Мама, мама!» — плачет девочка, «я уронила цветок!» В этих словах девочки слышалось столько горя, столько отчаяния, что сердце матери сжалось от боли. «Успокойся, моя родная! Ну что же, сорви другой цветок!» «А где же светлячки?» — вдруг вспомнила девочка, осматриваясь кругом. «Светлячки? Светлячки там в лесу!» — ответила мать. «А кто же покажет мне дорогу?» — прошептала девочка, устала, склоняя головку на плечо родной. Но в это время взор ее упал на звезды. «Звездочки! Светлячки на небе! Мама, они покажут мне дорогу!» «Покажут, покажут!» — успокаивает ее мать. «Звездочки мне покажут!» — лепечет девочка, закрывая глаза. «О, теперь я найду цветок папоротника!» «Звездочки покажут!» — думает девочка, сладко засыпая. «Звездочка ты моя милая!» — шепчет мать, прижимая к себе свою маленькую дочку. И слезы радости и счастья упали на личика, и в них отразились светлячки. Маленькие светлячки, которые зажигаются от небесных звезд.